В столице Заполярья завершился первый государственный итоговый экзамен, проходивший в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Студенты Ненецкого профессионального училища стали первопроходцами. О том, как прошли испытания, а также о самой процедуре, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Сергей Левчаков – студент-выпускник Ненецкого профессионального училища. Позади у юноши демонстрационный экзамен по присвоению квалификации «Электрик», который он прошел на отлично. Далее, не менее сложный, по присвоению квалификации «Слецарь-сантехник». Самое сложное – это было резать трубы, потому что их нужно было резать ровно, так как запас трубы ограничен, запаса не было. Студентов разделили на четыре группы, так как демонстрационных мест ограниченное количество. За каждым из участников испытания наблюдает три линейных и один главный эксперт. А также ведется видеонаблюдение с последующей записью, которая по требованию отправляется к компетентному эксперту WorldSkills. Экзамен длится шесть с половиной часов. У них идет три модуля. Первый модуль у них канализация и застенный модуль за два часа. Что он успел собрать, даже если он не закончил, он ее завершает. Потом у нас идет второй модуль – подача холодного водоснабжения. Три часа. Успел, не успел, сколько успел, потом уже эксперт его оценивает. Если он до конца успел, значит будут хорошие оценки и результаты. А если не успел, значит оно оценит, но уже по более низким оценкам. Подготовка велась целый год. Ребята тренировались на подобных материалах, устанавливали сантехнику и разбирали различные схемы подключения. Галина Медведева признается – волнение все-таки не покидало ни студентов, ни педагогов до конца экзамена. Они собирают определенные модули, у них одинаковое задание. Они должны собрать, естественно, моечную полностью, да, и подключить. Они должны поставить унитазы, раковины, ну то есть умение подключить ванны и так далее. То есть это все должно не просто быть подключено, но если дать воду, да, то это должно все работать, все это проверяется. Ну и кроме того, они владеют определенными навыками программирования, при проектировании вот схем, как это надо сложить, какие использовать инструменты, какие использовать непосредственно оборудование и так далее. То есть они должны от ноля сделать все, собрать, сделать и представить это в работе. Добавлю, после того, как каждая группа сдала экзамен, главным экспертам заполняются документы и отправляется в ЦИС экспертам от WorldSkills. Те, в свою очередь, после оценки направляют баллы только после того, как экзамен пройдет у всей группы студентов. Наталья Дуркина, Антон Водряков, Телеканал Север.